Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напоминаю, у нас прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Мы открыты для диалога, для обсуждения, наверное, любых тем, касающихся душевных переживаний, отношений. Да, и я думаю, что действительно, чего бы мы ни коснулись, я имею в виду люди в своей обыденной жизни, там всегда есть какой-то психологический или психический компонент, который, ну, имеет большое значение для того, как обстоят дела, того, как эти дела развиваются, того, куда они будут направлены. Не всегда, может быть, мы отдаем себе отчет, что этот компонент есть. Ну, поэтому звоните по любому поводу, попробуем с этим как-то разобраться. Ну, да, учитывая, что мы программа психологическая, и у нас есть какой-то такой определенный уклон, что ли. То есть не всегда можно обсуждать и нужны какие-то глобальные проблемы, да? Если присмотреться внимательнее к себе и к происходящему вокруг, можно обнаружить что-то рядом. А глобальными вы что имеете под глобальными? Глобальными, ну, не знаю, развод, потери близких, не знаю, что-то там, проблемы какие-то серьезные с детьми. Я думаю, что в этом аспекте... Или неправильными категориями рассуждаю? Нет, правильными. Как раз это очень хороший момент. Очень часто так бывает, что в сознании человека, по крайней мере, тех людей, которые приходят на прием, образуется такая, она изначально есть, такая цепочка, что ли, обязательная. То есть в ухудшении моего состояния или в нарушении моего состояния, психического состояния, да, в обострении каком-то обязательно должна быть какая-то выраженная причина. Ну, то есть надо поискать вокруг развод, чью-то смерть, уход с работы, ну, что-то такое зримое, ощутимое, какую-то такую локальную человеческую катастрофу, горячую точку, из которой можно было бы вывести то состояние, которое у человека есть на текущий момент. А зачастую это не так. И зачастую бывает, что изменение настроения, изменение состояния, оно спровоцировано какими-то событиями. Ну, пример. Приходит мужчина и говорит, что они с супругой попали в аварию, и у него начались, у него выраженная тревога. Он каждый раз, почти каждый день думает, что с ним или с ней может что-то произойти. И, в общем, как-то постоянно фокус внимания у него на своем состоянии, он как-то созванивается с супругой, ну, выясняя, как она себя ощущает. Но в разговоре, когда мы выясняем, а что же он, ну, как ни странно, хочет в связи со своим приходом к психотерапевту, через некоторое время разговора мы выясняем, что, оказывается, автомобильная авария – это не самое важное. Может быть, это очень выражено эмоционально, но он видит связи между своим состоянием и более ранними событиями. Автомобильная авария, ну, дала этому зеленый свет, дала этому ход, дала этой тревоге русло какое-то, да, через которое эта тревога выплеснулась. – То есть появилась ситуация, где переживание неких сильных чувств стало оправданным? – Ну, можно так сказать, можно сказать, что появилась ситуация, которая канализировала, которая как определенное направление дала выход для того, что уже до этого скопилось. Ведь масса людей периодически попадает в аварии сильные, не очень сильные. Опять сила аварии зависит не только от количества повреждений, ну, материальных, грубо говоря, или телесных. Это зависит от того, как, ну, какова значимость той или иной ситуации, да, той или иной, того или иного ущерба. И иногда этот ущерб чисто психического характера, человек выходит из этой ситуации, понимая, например, что он не может все контролировать, что какие-то вещи от него не зависят. И ему становится тревожно сесть за руль, когда он думает, а если я не могу все контролировать, а привык, хотя эта мысль не всегда может быть в сфере его сознания. Нет, просто как отчетливо, да. Я привык все контролировать. Ну, и вот эта тревога, такой пробой в привычке контролировать. И, наверное, у человека в такой ситуации возникает, точнее, он лишается ответа на вопрос, а что же делать дальше, если я не могу все контролировать, как я буду ездить? Интересный пример вы привели, Алексей. Хотела немножко сделать такой экскурс в нашу прошлую программу и спросить. Был вопрос от нашей телезрительницы о болезни ее сына, которая мешает отношениям, карьере и развитию жизни в каких-то других сферах. Хотела спросить, является ли болезнь тоже таким вот поводом для проживания каких-то чувств, которые, возможно, не проживаются в других ситуациях, или вот они отводят взгляд от других проблем каких-то в жизни? — Да, прежде чем ответить вам, Елен, порассуждать, я хочу напомнить телезрителям вам, кто у нас сейчас смотрит, звоните нам, у нас прямой эфир, и то, что в прошлый раз у нас возник какой-то разговор, и в этот раз, сегодня он тоже может возникнуть. У нас такое получается какое-то полотно из нескольких ниток, которые тянутся из разных передач, сплетаются это как-то в хитром рисунке, мы о чем-то вспоминаем. Ну и вот вопрос, вы знаете, Елен, я думал не столько о том, не только о том, может, ну вот про болезнь, это то, что я сейчас отвечу, а еще о том, что мама позвонила обеспокоенной судьбой сына. Вот это вот сама по себе связка материнско-сыновья, она сама по себе очень интересная, может быть, она очень часто встречается, то есть мамы приходят и что-то пытаются решить по поводу своих сыновей, которым уже 35, 40, 50, может быть, 25, неважно. Ну, в общем, это уже взрослые мужчины могут быть, на которых взирают их мамы, и которые мамы в смысле не сильно рады, что ли, успехам их сыновей, успехам их детей, и, в общем, как-то пытаются на это повлиять, как-то чего-то узнать, проложить. Вот мне показалось, что это такой звонок, тоже своеобразный, когда мама спрашивает что-то по поводу сына, может быть, не спрашивая что-то по поводу себя самой вместе с сыном, ведь не он звонит, а она звонит, ее что-то беспокоит в этой ситуации. Она говорит о том, что ее беспокоит сын, но ведь это только фасад истории. Что ее в этот момент беспокоит? То, что сын не оправдывает ее каких-то ожиданий, и она хотела бы видеть его судьбу другой, ну, его реализацию другой, и по этому поводу, может быть, она злится на него, сердится на него, может быть, она обижена, может быть, она сравнивает других сыновей, тема сравнения у нас была не так давно, да, сравнивает сыновей других, своих подруг, других женщин, видит их, может быть, более успешными, и задается этим вопросом, почему у нас не так, почему я мама такого неуспешного сына, у которого нет личной жизни или нет семьи, Ну, в том понимании, в котором она задается этим вопросом. И вот здесь вот вопрос о том, нет ли жизни личной у сына или нет жизни личной у мамы, которая звонит и спрашивает про сына, у которого нет личной жизни. А если она есть, то в чем она заключается? Вся ее личная жизнь, возможно, свелась к беспокойству за сына, который на протяжении длительного времени, судя по ее словам, не адаптирован. Хотя мы не знаем, он сам ничего не говорит об этом. Мы не знаем, действительно. Может быть, у него есть личная жизнь, просто мама не знает об этом. И что вообще является личной жизнью в понятии самого же сына и в понятии мамы? Ну вот из последних сериалов я тут успел за эту неделю посмотреть. Сериал «Псих», возможно, часть наших телезрителей смотрела. Это не реклама, это попытка и отсылка к каким-то создающимся в текущее время зеркалам для того, куда мы можем заглянуть. Вот в этом сериале очень хорошо развита эта идея отношений сына и мамы и понимания того, как личная жизнь обозначена у сына, как жизнь личная обозначена у мамы. В общем, отвечая на ваш вопрос, я бы подумал и поспрашивал, может быть, была бы другая ситуация, маму о том, что хочет она, как она видит это все. Кто в этой ситуации, это может быть парадоксальный такой немножко разворот, кто в этой ситуации в большей степени нуждается в помощи. Тот, кто не просит о ней, или тот, кто о ней просит. И кому надо... Для другого. Для другого, да. Ну, как бы для другого, да, может быть, для самого себя. Сколько родителей встревожены, обеспокоены. Я не знаю, много ли нас с вами, потому что я себя отношу к этим родителям. Сколько родителей встревожены, обеспокоены тем, что делают их наши дети. Как мы видим, правильно они себя или неправильно ведут. Где-то ограница, ну, на наш взгляд, естественно. Где-то граница, где нужно услышать ребенка, который говорит, ну, все уже, я взрослый, не вмешивайся, да. Это граница календарного возраста, это граница каких-то социальных институтов. Ну, типа, закончил школу, действительно взрослый. Или закончил институт, действительно взрослый. Или женился, вот теперь взрослый. Или женился и родил ребенка, вот теперь действительно семья. А может быть и нет, у кого-то это... Нет, родители знают лучше, как воспитывать детей надо. Ну, я имею в виду про своих внуков, и начинают тоже вмешиваться. Да, поэтому я думаю, что в этом смысле, ну, действительно, у всех какие-то разные стандарты. И в этих стандартах очень трудно родителям-новичкам, ну, скажем так, которые обращаются направо-налево, я имею в виду к кому-то, к близким, знакомым, к незнакомым, и везде получают какие-то разные советы. Да, начиная от классиков психоанализа, которые говорят, что хороший родитель – это тот, который родил ребенка, да, хорошая мама. Ребенок родился, выжил там до какого-то возраста, вы уже хороший родитель. Ну, в общем, это так должно немножко тревогу родителей снизить. Не знаю, психоаналитиков, которые на деле осуществляют эту практику по отношению к своим детям. Ну, вот такой вот момент. А по поводу болезни мне в прошлый раз захотелось, я это сделал, перевернуть немного и сегодня, может быть, продолжить. То есть, что изначально какая-то жалоба, нарушение здоровья, это может быть абсолютно разное, длительное какое-то нарушение, да, или разговор о том, что это нарушение длительное, не знаю, там, бессонница, тревога, тремор, заикание, все что угодно. И отсутствие личных каких-то отношений, личной жизни, да, личной истории, то, о чем было сказано. Или наоборот, личная история таким образом проявляется, таким образом манифестирует, таким образом машет нам флажком и говорит. Вот, ну, у нее, я так в кавычки это беру, личные истории, у каких-то трудностей в отношениях, один язык, язык нарушений в сфере социальной, да, в сфере взаимодействия. То есть, мы видим нарушенные отношения человека с кем-то, и мы думаем, что таким образом, мы, я имею в виду специалисты, таким образом он приглашает заглянуть в эти отношения, да, помочь разобраться, что там происходит. Отвечаю на ваш вопрос, Елена. То, что вы описываете, да, про отношения, я думаю, что сейчас привлекает внимание родителей нарушения, с чем связаны, вот, вы говорили, там, женился, крестился, там, да, все какие-то даты. То есть, если ребенок движется своим каким-то путем, и вот эти временные отрезки у него не совпадают с общепринятыми, или вот с теми, к которым привыкли их родители. Мы эту тему как-то тоже обсуждали, да, то есть, является ли это нарушением, если там до 35 лет не женился, то стоит ли ставить крест на личной жизни у такого сына, или, ну, может быть, он не готов, может быть, он действительно не хочет, там, да, в силу своих каких-то причин. Вот он встретит свою девушку, и все у них будет, и свадьба, и ребенок в первый год, и начнут наверстывать быстро. — Елена, я думаю, я вот так скажу, вот, вы не договорили, может быть, я маленький комментарий вставлю. Я думаю, что если мы будем, ну, я хорошо рассуждать, точнее, я так думаю, рассуждать вот такими критериями возрастными, ну, вот во столько-то времени вот это надо сделать, во столько-то. Это пытаться сшивать ткань, которая уже, ткань жизни, которая уже одрехлела. То есть сейчас уже это не так, это старая ткань, это ткань, к которой, может быть, мы с вами привыкли, люди немножко старше нас, где все достаточно определено в границах, где все достаточно нормировано, где все выстроено в какой-то логике одного за другим, и, в общем, так жизнь должна проживаться. Вот особенность нынешней жизни, то, как можно это увидеть, глядя вокруг, в том, что эта ткань абсолютно несостоятельна, эти вещи. Человек может сначала сделать карьеру, а потом пойти учиться, а не наоборот, сначала учиться, а потом сделать карьеру. Люди могут сначала родить ребенка, а потом жениться через какое-то время, а могут вообще не жениться, да, могут вообще не рожать детей, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Все перевернулось. Я не хочу сказать с ног на голову, тут непонятно, где ноги, где голова, но в привычном смысле абсолютно так. И в этом смысле, конечно, приходится не сладко специалистам, я сейчас в эту сторону, и самим людям, потому что очень трудно определить, где правое, где левое, где норма, где патология, чего придерживаться, какого русла придерживаться. Решай сам – это тоже не всегда выход для человека. Решай сам – это из чего-то нужно решать, да, это, конечно, красивая, хорошая идея, но самому себе нужно что-то предложить, а когда самому себе нечего особо предложить, в общем, стоим на месте. Поэтому вот такое ранжирование, да. Я хочу обратиться к нашим телезрителям и напомнить, у нас прямой эфир, подумайте, может быть, вы давно хотели задать какой-то вопрос психотерапевту, и сейчас у вас есть такая возможность. Телефон студии 202-11-22, Алексей, вы готовы же отвечать на любые вопросы? Да, готовы. Ну, и вот как раз, может быть, к этому моменту наша передача абсолютно не структурирована, не выстроена вокруг какой-то одной темы, мы не обсуждаем первое, второе, третье. Да, ну, как это происходит, может быть, в хорошей книжке «Пролог» и туда до эпилога через главы. Вот мы фокусируемся только там, где появляются какие-то интересные, может быть, мысли, безусловно, фокусируемся там, где появляются ваши звонки или какие-то вопросы, какие-то комментарии, потому что это сейчас и есть топливо и движущая сила, участие людей. Все остальное, ну, я бы сказал, мертвое. То есть различного рода теории, гипотезы, выстроенные красивые последовательные картинки, они все не работают. Их можно держать в голове, их не стоит выбрасывать, но они все не работают, как машина без бензина, которая стоит. Много сейчас все соцсети, мне кажется, завалены этим инструментарием, где прям один экспертнее другого рассказывает, как добиться счастья в жизни, как перестать тревожиться и прочее, и прочее. А вы смотрите, да, соцсети, Лен, что в первую очередь люди ищут? Счастья или отсутствие тревоги? Ну, отсутствие тревоги, наверное. Как перестать париться по всяким разным мелочам? Или как найти, понять важное для себя в жизни? Как вот из своей жизни вычленить вот это важное? И мне кажется, люди в какой-то степени начали заигрываться. То есть важным называют, ну, практически все подряд, все-все важное. Все, не знаю, утром встал, налил себе кофе, это так важно в моей жизни, об этом надо рассказать всему миру, там, не знаю. То есть важное нужно назначить? Ну, сегодня утром я просыпаюсь? Ну, как будто бы бирку повесить, это вот важно. В моей жизни сегодня было важно. Я имею в виду, что утром я просыпаюсь, и сегодня утром я важным назначаю кофе. Завтра могу назначить что-то другое. Нет, завтра кофе тоже важное, но еще что-то одно появляется важное. То есть весь день вот такими бирками важного развешан, помечен. Если сейчас, мне кажется, убрать иронию из того, что вы говорите, и некоторую такую, ну, может быть, критику, как мне показалось, за поверхностность, что у нас есть? Буквально просыпается человек и назначает на сегодняшний день что-то важное. Допустим, чашку кофе. Что в этом плохого? Ну, если вы услышали критику в моих словах, то она, наверное, больше связана не с тем, что человек назначил что-то важное в своей жизни, а то, что, возможно, он не видит или не признает, что важнее важного для него это рассказать, что на сегодня у меня есть что-то важное. Понятно говорю? То есть обозначить, выложить это в соцсети, да, показать. Вот смотрите, я успешный человек, у меня есть в моей жизни важное. И именно вот эта публикация этого поста для человека важна. Просто этого так много, не знаю, я не знаю, почему люди не могут один на один остаться со своим важным и наслаждаться этим. Ну, может быть, не знаю, когда я живу и чувствую жизнь каждой клеточкой своего организма и своей души, это является важным. Но обязательно ли об этом сообщать всему миру? Ну, может быть, это нам приоткрывает ответ на этот вопрос. Если я сообщаю всему миру о том, что для меня важно, но в данном случае я пытаюсь это сообщить как можно большему числу людей, то для меня самое важное и есть сообщить что-то другим людям. Ну, то есть для меня в данном тогда, в данной ситуации важным является сама коммуникация, самообращение к вам, как к читателю. Ну, я думаю, там, наверное, ряд потребностей удовлетворяется. Одна из них «я есть», сказать миру «я есть» через соцсети. Я вспомнил две передачи назад, наша передача закончилась, когда нас попросили, меня попросили подойти к телефону, позвонила женщина, я попросил ее позвонить, Ольга, может быть, вы нас смотрите и помните, но вы не позвонили в прошлый раз. И вы говорили о том, там ничего личного, поэтому я опубликую этот разговор. Вы говорили о том, что, если я правильно помню, о том, что мы перестали общаться друг с другом, перестали и мест для общения, там речь шла о катке, о доме культуры на Красной Глинке, ну, которые стали в частных руках, повесили замок, и, ну, если ты хочешь покататься, плати денежку и, так сказать, катайся. Вот. Но вот это вот, там помимо вот этой истории с платой, была история, как мне показалось, о том, что вот эта вот коммуникативная, сухим психологическим языком или сторона общения, она куда-то делась, какого-то важного общения. И вот то, о чем, Елена, сейчас вы говорите, назначить кофе важным, назначить хоть что-то, черт возьми, важным, чтобы об этом можно было пообщаться. Может быть, это все сыпется каждый день, может быть, это каждый день, в это каждый день надо, в эту чашку кофе надо вдыхать. Не кофе вдыхает в меня жизнь, а я вдыхаю жизнь в кофе. Ну, в смысле, делаю его предметом фокуса своего внимания, предметом своей фотографии каким-то образом. Ну, то есть, мне кажется, что это про избыток чего-то такого, какой-то витальной энергии, какой-то жизни, которую некуда деть, которую поместить. Ну, я себе представляю иногда нас, как мне кажется, первобытными людьми, у которых огромное сердце, огромная душа, и куда-то частично все это надо поместить. И поэтому через некоторое время, мне кажется, что нас ждет, ну, вот этот анимизм, может быть, если я правильно это слово употребляю, все будет вокруг одушевленным. Сейчас оно кажется пустым, но, может быть, эти чашки кофе, еще какие-то вещи будут одушевленными. Не одушевляют, когда в кофе делают сверху рисуночек, смайлик. Я думаю, что это вот очень интересная для меня тенденция попробовать оживить окружающий мир, который, может быть, кажется, умер. Зачем? И почему он умер? Почему он перестал вдохновлять, почему он перестал быть насыщенным? Почему? Ну, может быть, потому что часть из нас попряталась в города, а в городе очень мало живого. Ну, в смысле такого, да, трудно кирпичи наделить душой, хотя я знаю, что есть люди, которые в качестве практики этими вещами занимаются и разговаривают с кирпичами, например, да, или, не знаю, с фонарным столбом. Чего стоят только ситуации влюбленностей, когда поэты, писатели, обычные люди, скажем так, да, которые этими дарами не были награждены, выходят, и у них все это становится одухотворенным, да, все это становится носителем души. Вот. И, возвращаясь к чашке кофе, мне очень интересно это. Интересно попробовать не спугнуть вот этот выплеск живого в, казалось бы, мертвое и совершенно незначащее ничего. Мы еще говорили сегодня о болезни. Стоит ли одушевлять болезнь и разговаривать с ней? Ну, можно и так на это посмотреть. И такие техники работы, назовем так техники, методики работы есть, когда болезнь может быть нарисована, представлена каким-то образом, воплощена. И, по моему опыту, эти все штуки начинают работать, когда человек начинает, ну, чувствовать, что ли, что это не просто плоская игра какая-то. Ну, поставим вот это сюда, назовем болезнь, я не знаю, человеком в черном плаще без лица. Ну, вот реальное такое воспоминание, да. Во мне вот этот человек, он меня пугает периодически, он периодически появляется из ниоткуда, я не вижу его лица, я очень боюсь встречи с ним, он мне иногда снится, говорит мне женщина, да. — То есть вы реальную историю сейчас рассказали? — Да, реальную историю, да. Это в ответ на предложение как-то это визуализировать себе. И, в общем, это такой способ, в общем, поговорить с самим собой, можно сказать, с отколовшейся какой-то частью, или сейчас, это снова психологический жаргон, что значит отколовшаяся, это значит, что внутри меня есть что-то, что я не очень хочу принимать, не очень хочу признавать, это какие-то мысли, может быть, какие-то чувства, которые меня пугают и которые я для себя воображаю осознанно, неосознанно в виде, ну, чего-то такого, что вроде бы и мое, и одновременно не мое, да. То есть, например, меня одолевают, говорит человек, мысли о том, что я могу что-то сломать, да, или я могу кого-то стукнуть. — И это как будто бы не мои мысли. — Я могу кого-то стукнуть, да, вот периодически я нахожусь в помещении, у меня периодически накатывает волной прям такое непреодолимое желание кого-то ударить. — Алексей, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу, оно пролетело быстро, хотя вот мы ждали звонков. Спасибо вам за сегодняшний разговор. — Да, спасибо вам. Звоните нам или мысленно посылайте свои вопросы, мне кажется, мы их слышим периодически. — Каждый вторник на Самаре ГИС мы в прямом эфире. — Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok